Ну, я, да, считал, что в некоторых моментах чувствовал, что как Бог могу, все многое. Потом это, когда не получилось спасти жену, я понял, что я не Бог. А с пациентами, да, они смотрят как на Бога, честно. Когда говорят наркоман, по интонации, обычный обыватель ставит крест. Дет 25 назад, хорошо помню, в Запорожье, мама привела сына, я не хотел его брать, потому что, как у каждого врача, это бесперспективно, это бессмысленно, это не лечится. Но я хотел делать то, что другие не могут. Это заболевание, которое реально можно вылечить. Пациент пришел через 25 или 24 года. Интересно, сколько у него еще наркотик будет ждать. Он будет лежать, уже старенький умирать, а все будет говорить, у него наркотик ждет, наркотик ждет. Да не ждет уже, все, нет его наркотиков. Фраза выгодная, придуманная, сказанная впервые барыгой, драм-дилерами. Любой человек может справиться и может победить. Любой, реально. Запредельно вот эти сильные, жесткие и, может быть, жестокие внушения, они нужны для того, чтобы убрать вот эту наркоманскую, доминанту наркоманской. Появилось вот такое озарение попробовать самое запредельное, самое тяжелое – смерть. Что-то подсказало, я не хочу. Откажите. Давайте. Все, 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 все. Слова сделайте хоть что-нибудь, лучше бы он умер, чем остался наркоманом. Вот это самое ужасное, когда родители говорят, думаешь, ну, наверное, хуже в жизни не бывает. Кто это? Знаешь, кто это? Кто? Он должен сам не для родителей, не для кого-то, а для себя сказать, я устал. Ради чего бросать? Ради жизни бросать. Для них открытие, оказывается, цветы пахнут, оказывается, и звезды. Ветер бывает холодным, бывает теплым. Секс, наркотик. Самый сильный, самый прекрасный. Любовь, семья, работа, дети. Это и есть наркотик. Слово «наркотик» для меня, как у врача, которым занимается, как-то сравнивают, я кайфую, наркотик. Наркотик есть наркотик. Для меня это дерьмо, да и все. Я считаю, я реально подарил жизни. Ни одному, многим. И это, ну, мне нравится. И это, ну, мне нравится.